Музыка От 150 участников в первый год проведения до 2500 спустя 8 лет. Международная конференция по информационным технологиям Уллкэмп зародилась в 2011-м как слёт айтишников. А разрослась до размеров масштабного фестиваля. Выступление спикеров с мировым именем, мастер-классы и обсуждение важных вопросов развития информационной сферы. Три дня и две ночи в самый разгар лета под открытым небом на берегу Волги. Интересно и продуктивно. Уллкэмп 2019. Как это было? 12 июня. Первый день фестиваля. Своего рода загрузка мероприятия. Сквозные технологии, лидерство регионов цифровой трансформации, подготовка высококвалифицированных IT-кадров. Совещание без галстуков посвятили развитию цифровой инфраструктуры в регионе. В Ульяновской области зарегистрировано 1134 предприятия с видом деятельности, в которых написано разработка компьютерного программного обеспечения инфраструкционных услуг с использованием IT-технологий. Мы действительно одна из самых главных информационных, высокотехнологичных столиц Российской Федерации. Мы с вами входим в первую десятку, в первую пятерку высокоинтеллектуальных территорий Российской Федерации. Это правда. Это не мое мнение. Это мнение многих экспертов. Поручение главы региона развивать сквозные технологии национальной технологической инициативы. По мнению губернатора, благодаря охвату одновременно нескольких отраслей, их развитие позволит создавать инновационные технологические решения, повысить конкурентоспособность высокотехнологичных ульяновских компаний и улучшить качество жизни жителей региона за счет повсеместного использования передовых информационных технологий. IT-отрасль в Ульяновской области должна стать лидером цифровой трансформации всех сфер жизни и драйвером экономического роста. Сегодня кто надеется вообще и хочет быть конкурентоспособным, без этих технологий ты уже вряд ли сможешь сделать что-то, если это не крафтовый какой-то. Допустим, если ты делаешь какой-то крестьянский хлеб своими руками, может быть тебе сильно много, скажем так, не нужно. Хотя продажи, опять-таки, в основном, и таких примеров у нас много в таких крафтовых, скажем так, индустриях. 90% продаж идет через социальные сети, через маркетплейсы, ну и иногда это электронные магазины или торговые платформы, в которых ты делаешь свой аккаунт. Мы в том числе в наших государственных мерах поддержки, вы знаете, что одни из первых в стране начали применение торговых платформ, таких как Alibaba, например. IT-сфера активно внедрится в жизнь муниципальных образований. В село Ульяновской области придет интернет. В первую очередь это касается социальных учреждений, школы, больницы, библиотеки. Создадут и институт IT-послов. Сегодня уже можно будет представить первого посла IT, это Максим из Чердоклинского района, замдиректора, который будет продвигать вот эти вот все умности, которые есть на сельской территории, который будет говорить о цифровом муниципалитете, который будет говорить о том, чтобы развивать электронную коммерцию уже и на территории наших сельских территорий. Жаркая пора, живописный берег и, конечно же, море высокотехнологичных идей. Несмотря на то, что самый горячий день у Кэмпа второй, в первый, пусть немного официальный, удалось прийти к ряду важных соглашений и решений. Главное, регион должен стать лидером IT-отрасли. Второй день действительно самый горячий, но погода пыталась внести свои коррективы и охладить пыл участников. Всю ночь шел проливной дождь. Однако количество участников совершенно не сократилось. Наоборот, люди продолжают пребывать, ведь в ближайшие несколько дней здесь, на Уллкэмп 2019, выступят более 50 спикеров российских и зарубежных. Это скорее то, чтобы новички поняли, что от них ждут в этой карьере. Потому что очень многие приходят, они думают, что здесь все достаточно просто, что тебе скажут, что нужно делать, просто нужно расти и уметь это делать. На самом деле нет. Это в основном именно про инициативу, именно про то, чтобы сразу становиться тем человеком, который, собственно, будет за собой вести других. Потому что в этой профессии крайне важна вот эта вот именно инициативность. Потому что большая часть как раз завязана на софт-скиллах, таких как коммуникативность, умение презентовать и себя, умение проанализировать и себя, и других, и из этого сделать очень хороший результат. В этом и прелесть такого рода мероприятия, что есть место для дискуссии. Потому что, опять же, тот опыт, который есть у меня, это мой опыт, опыт компании, с которыми я работал. Не факт, что здесь он встретит какой-то отклик. Единственный способ проверить – это просто выступить. Спикеры пляжной конференции, эксперты из США, Франции и России выступают на нескольких площадках. Основная и малая сцена, а также на четырех барк-кемпах, где с докладом могут выступить все желающие. Мы хотим, прежде всего, понять, действительно, с чем сейчас сталкиваются ребята в Ульяновске. А Ульяновск – это город, в котором очень большое количество IT-специалистов. И, если так можно выразиться, на душу населения, наверное, одно из самых высоких в России. И, конечно, приехали поговорить с представителями Ульяновска, с ребятами из АйТек и Медиасофт про потенциальные совместные проекты. Первый доклад об удаленной разработке. У нас большая часть разработчиков работает удаленно, не в офисе. Я буду рассказывать о нашем опыте. И второй доклад о тяжелой жизни темлида. О том, как построить команду, которая работает децентрализованно, без прямого участия менеджера ежедневного. Вы знаете, ульяновских айтишников удивить сложно, потому что это IT-столица России. Здесь в каждом здании офис какой-нибудь IT-компании. Поэтому у меня такой доклад автобиографический. Я 127 лет в Digital. И мне есть чем поделиться. Я проделал большой путь от дворника до владельца агентства. Это не шутка, кстати, ни разу. Так что попытаюсь рассказать, чему хорошему удалось научиться. Лет мне уже много. Так что, может быть, будет интересно. Есть прекрасные докладчики. Я был одним из докладчиков. Интересные доклады. У нас гости из Facebook будут рассказывать чуть позже. Но самое главное для меня в любом фестивале – это общение с людьми. У меня вообще… Какой у меня признак идеальной конференции? Самый хороший. То есть я знаю, что я успешный. Если я не сходил ни на один доклад. Для меня лично. Это просто значит, что… Я же буду ходить на доклад, если у меня будет время. Я посмотрю сетку. Но это значит, что общение было такое качественное, что я ни разу не нашел времени никого послушать. И кого-то я потом посмотрю на YouTube, а вот пообщаться в одной точке в одно время с таким замечательным количеством людей и сама среда провоцирует правильное общение – то есть, ну, это, конечно, мало где еще можно. Улл Камп, как говорят сами организаторы, это не просто конференция без пиджаков. Это конференция без штанов. Одни вольно купаются или ловят рыбу, другие занимаются спортом, играют в волейбол или соревнуются в меткости. Третьи уже давно пошли послушать очередного спикера. Но главное для каждого участника найти как можно больше интересных собеседников. Для меня, пожалуй, главное – общение с собой подобными. Хотя я их всех видел в городе, и, возможно, даже каждый день некоторых вижу, но здесь как-то все по-другому. Ну, отдыхаешь. Да, или так называемый нетворкинг, когда ты знакомишься просто со всеми, вот как, например, мы с тобой в прошлом году. Да, и на следующий год опять вы вместе приезжаете, вместе ходите на спикеров и так далее. Я вот лично хочу послушать нескольких. Человека из Фейсбука, я так его и называю, «Человека из Фейсбука». Ну, все его знают, зачем имена произносить, понимаете, да? И Евгения Казначеева из Эквида. Очень хотелось бы послушать. Неформальная обстановка – залог качественной коммуникации, уверены участники и организаторы. Уллкэмп – это конференция в максимально нескучном формате. Кроме привычных докладов, уже полюбившиеся с прошлого года новшества. Пресс-конференция, где можно пообщаться со спикерами. И ночь факапов, где известные предприниматели делятся историями о своих провалах и неудачах. Айти-конференция Уллкэмп – своего рода способ популяризации профессии. Одни могут понять, как попасть в профессию, другие – услышать в неформальной обстановке то, что происходит в сфере информационных технологий сегодня. За 9 лет Уллкэмп стал одним из брендов 73-го региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова